В областном центре специалисты продолжают работу над программой «Пешеходный Магадан». Активно идет строительство тротуара от Телевышки до Парка Маяк и смотровой площадки. Первый этап завершили. После того, как построят водовод на улице Ногаевской, специалисты продолжат укладывать асфальт в пешеходную зону до Приморской. Кроме того, планируют установку новой спортивной площадки. Здесь же мы уже подготовили все для того, чтобы начать строить спортивную площадку. Здесь была хоккейная коробка, она уже давным-давно развалилась. Заасфальтировали. На следующей неделе уже будут устанавливать травмобезопасное покрытие, спортивные тренажеры, баскетбольные щиты. И детям будет заняться физкультурой и спортом именно здесь, на этой нашей улице Ногаевской, где проживает достаточно много магаданцев. Двор, кстати говоря, мы в прошлом году сделали. Поэтому такой некий комплексный узел получается у нас. Несмотря на то, что власти муниципалитета планомерно и системно благоустраивают город, магаданцы в социальных сетях высказывают замечания, касающиеся этой темы. Так, жители областного центра пожаловались на то, что в ходе работ в некоторых местах города вырубают деревья. Как отметил Юрий Гришан, строители стараются минимизировать ущерб. Действительно, когда мы занимаемся благоустройством и сетями, прежде всего инженерными, сети 50-60 лет не менялись. Если там был какой-то росточек, за 60 лет это превращается в дерево, что, конечно, представляет ценность в городе Магадане. Но иногда для того, чтобы обеспечить себя необходимыми тепловыми ресурсами, водоснабжением, канализацией, нужно идти, конечно, на какие-то жертвы. Но строители стараются минимизировать эти риски. Вырубать деревья нужно в самых крайних случаях, сказал мэр Магадана. Молодые растения даже пересаживают, чтобы их сохранить. Кроме того, проект, в котором предусмотрено строительство почти одного километра водопровода, сейчас переделывают. Специалисты планируют провести его не через газон, а дорогу, дабы сохранить деревья.